Первый вопрос. Повестки награждения победителей конкурса «Мой город, мое пространство», направленного на реализацию инициатив школьников-студентов. Это самое масштабное мероприятие, проведенное молодежным парламентом региона. На рассмотрение поступило 83 проекта. Экспертная комиссия определила 12 лучших. В числе победителей Алина Буслаева, 12-летняя жительница Железногорска и Лимского, самостоятельно провела цикл занятий с воспитанниками детских садов. «Мой состоял проект из того, чтобы рассказать детям, как надо ухаживать за животными, что надо делать, чтобы они не заболели, рассказать им, как надо к ним относиться. Они же просто не игрушка, это не игрушка, а живое существо». Есть и более масштабные проекты. А в деревне Писарево, например, появился музей «Кабинет ученого-селекционера», а в Черемхово – площадка с турниками и гимнастическими снарядами. Ее своими руками сделали вот эти участники конкурса. «На радость участницам». «То, что нам нравятся сильные и здоровые парни, и хотелось, чтобы их было еще больше». Почетный председатель молодежного парламента Людмила Берлина поблагодарила молодых людей и девушек за активную гражданскую позицию, а парламентариев – за работу. Следующая тема – избирательная кампания молодежного парламента второго созыва, которая сегодня стартовала в Приангаре. «Элемент обновления, как элемент мотивации нашей работы депутатов законодательного собрания, это как достижение законодательного собрания первого созыва. Вы уходите на выборы. Безусловно, важна преемственность. Я хочу, чтобы вы приняли свое решение пойти на выборы, обязательно избраться и продолжить то, что мы начали». Депутатами второго созыва молодежного парламента станут 38 молодых людей. Уже известно, что 19 мест предназначены для делегатов муниципальных молодежных парламентов. Еще 19 – вакантны. Их займут победители открытого конкурса. Анастасия Зверькова, Константин Синицын. Новости сейчас. Вакантин Синицын. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok